Почав трудовую деятельность милиции в 2007-м году с управления по борьбе организационного начинания, с видеозагранной карминальной спрямованности, на посаде оправданного машины. Взагады весь следовательный час я в большей мере попрацеловал в БОЗе до 2015-го, до часа его расформования, после чего я работал в управлении карминального машины в Киеве. В подальшем был запрошен до центрального аппарата департамента карминального машины, где была на местной посадке, до призначения на данный век. Хочу давать вам открывать злочин и какие-то у вас были ручные справы, возможно? Справы ручные были, направляли до суду организованные уточненные группы, так что в памяти какой-то конкретной выделения нет. Взагады завжди группы, они интересны, интересно их разработать, начинать разработать, доводить людей до суда и отримать выработки. Поэтому будем помогать и тут. Вы уже аттестацию прошли, так? Так, я проходил аттестацию не только в Киеве, но еще не предназначен как полисовский. Взагальный наказ по министерству. Пока что прошел аттестацию, создав тесты, прошел комиссию, после чего приехал. Чи знакомились вы уже с проблемами Южного, какие основные, я думаю, вам рассказали, на зараз есть моменты, и мне известно, что вы увеличили квартирные приближки в городе. Из этого вопроса я буду спілкуваться с заступниками, я буду спілкуваться с жителями в городе, вы назначили день в июне, выслухаю каждого, и мы будем решать их вопрос. То, что вас назначили начальником нашего отдела Южненского, это было для вас несподіванкой? Как вы для этого ставитеся? Ну, это не было несподіванкой для меня, потому что в свой час я пребывал на киринговой посаде, это было не долго, укланово в обовязке, он заступник начальника отдела в Убозе, это штат из 20 человек, поэтому это 90 лет не было. Но Южный, это же такое место особенное. Меня запросило киринговство УВД для того, чтобы навести этот порядок, возлагать. У меня большая надежда, поэтому постараюсь оправдать их неожиданное. А тут беспорядок? Хочу сразу беспорядок. Ну, просто так сказали. Вы понимаете, как милиция переходит в полицию, точнее, мы не просто меняем название, а меняем вывеску, информацию, форму, штампы. Мы должны изменить свое отношение к людьмам. Ждут от меня этого, поэтому будем поворачивать полицию к людям, будем больше сторонам, как от нас вообще требует этот канал. Начальник коментаринского единого полиции ранее говорил, что в Южном есть звукания к проблемам полицейских, и они уже остро не реагируют на эту проблему. И что с этим нужно бороться, чтобы какие-то конкретные результаты, что готовы с этим бороться, чтобы уже, когда человек пришел с какой-то заявкой, чтобы ее не поставили просто в стопку. Так, да, конечно. Во-первых, это нужно не выходить от реестрации заявок, чтобы реагировать на каждое заявление, равнодинно. Это самое, предвещать доверие в суспільство, до полиции. Знаете ли вы о том, что в Южном есть очень большая проблема, такая, как несанкционированная торговля. В определенных местах города она располагается в основном в теплое время года, но, собственно, и зимой тоже ее очень много. Есть информация, что сотрудники милиции благосклонно относятся, вообще, в принципе, к тем людям, которые выходят работать, вот так вот, вынося свою какую-то еду на продажу. Об этом говорят и представители власти, и южненцы. Знали ли вы об этом, и, в принципе, возможно ли борьба с вот такой вот уличной торговлей, которая, ну, скажем так, не высокого качества, и мешает очень. Часто говоря, о такой проблеме я еще не слышал. Ознакомимся, будем воникать, поможет, со всем поборется.